Аплодисменты Все карантинные нормы, поэтому вот сегодня такая рассадка. И чтобы быть с вами солидарной, я сегодня тоже буду в маске. Ну а что? Правило есть правило. Не понимаю людей, которые против масок. Это же очень удобно. Можно не краситься. Можно не улыбаться людям, которые не нравятся. Можно не улыбаться даже тем людям, которые нравятся. Я вообще могла бы заранее записать этот монолог и сейчас просто делать вид, что рассказываю его вживую. Что я в принципе и сделала. Ну а если серьезно, на самом деле маски это, наверное, единственное, к чему я привыкла в этом году. А еще в этом году я не заметила, как началась осенняя депрессия, потому что сложно было понять, это осенняя депрессия уже началась или летняя еще не закончилась. Ну как-то да, как-то в этом году вот так. И вы знаете, по-моему, это первая осень в моей жизни, когда совсем не хочется обратно в лето возвращаться. А еще вот я заметила, что обычно в осени находят много минусов, но в этом году я обратила внимание, что у этой осени много плюсов. Ну, во-первых, осень — это лучшее время, как мне кажется, для женских фотосессий. Ну не для плоских малолеток, а таких настоящих женщин, нормальных. Потому что если открытые купальники, бикини идут не всем, то пальто охватывает более широкую аудиторию. Это приятно. Во-вторых, наконец-то, мужики, которые курили на балконе, надели футболки. Это, я считаю, большой и жирный плюс. Еще одно преимущество осени — это то, что осенью есть минимум один день, когда можно вообще не беспокоиться по поводу того, что надеть. Можно взять что-то первое попавшееся под руку и всем объяснить, что это Хэллоуин, что такое. А если спросят, какой Хэллоуин в сентябре, ну, скажете, что вы отмечаете его по Григорианскому календарю. Ну и пока они будут высчитывать даты, вы сможете отойти на безопасное расстояние. Главное осенью — это не смотреть на небо, потому что можно увидеть, как птицы улетают в теплые края, а ты — нет. И вообще я обожаю осень. Не посидишь уже на лавочке так, как раньше. Не поорешь песни под блютуз-колонку у меня под окнами. В общем, одни сплошные плюсы. И после карантина я заметила, что родители стали счастливее. Счастливые родители вели 1 сентября своих счастливых детей в школу. И все они так светились от счастья, что я, честно говоря, даже подумала, может, мне и своих четырехлетних уже в школу отправить. Ну и, конечно же, самое лучшее, и самое приятное в этой осени то, что это сезон премьер. И в этот раз это премьера нового женского квартала. Добро пожаловать. Мы очень вас ждали у нас в гостях. Получайте удовольствие. Каждый человек, когда вырастает, мечтает реализовать свои детские мечты. Но детские мечты имеют срок годности. Например, если вы решили утереть нос бывшей подруге и прикатили во двор на новом велике, это не очень хорошая идея, если вам 32 года. И у ее дочки точно такой же велик. Поэтому, если вы во взрослом возрасте решили реализовать свои мечты, будьте готовы к сюрпризам. Добрый день. Здрасте. Света Пирогова? Да. 90-я школа? Да. Помнишь меня? Нет. Ну... Ну, Саня Сапогов. Кто? Ну, одноклассник твой. Да? У меня еще папа сантехником работал. Вы с ребятами прикалывались, меня Сашка Вонючка называли. А-а-а, Сашка Вонючка, ты, ну, проходи, что ты стоишь. Спасибо. Ну, как ты, что ты, как дела? Спасибо, Свет. Все хорошо. Ага. Я тут подумал... Помнишь, нам было по 16 лет? Да. На дворе стоял теплый май? Да. Я долго не решался, а потом признался тебе в любви. Да. Ты сказала, пойдем целаться в туалет. Да. А там уже наши одноклассники поджидали и макнули меня головой в унитаз. Ну да, но это же была такая шутка, вот этот пранк. А потом я с мокрой головой еще раз тебе в любви признался. Да. И ты сказала, что переспишь со мной только за миллион долларов. Да. Вот деньги, раздевайся. В смысле? В смысле? В 16 лет я пошел работать на завод. В две смены. По выходным я уезжал на заработки в Польшу. По праздникам в Чехию. В свободное время я занимался репетиторством. Я копал людям огороды за деньги. Я разводил кролей, чтобы не тратить время сна впустую. Я совмещал его с попрошайничеством в метро. Я экономил на всем. Я ел один раз в неделю, Свет. Потом я начал торговать ворованными яблоками. Потом я начал воровать те же яблоки и продавать их тем же людям. Меня били, но яблоки покупали. Так, Света, я и заработал часть миллиона. Ну а потом чисто случайно стал депутатом и заработал оставшиеся 999 тысяч долларов. Так что, Света, сымай трусы и сейчас будет секс. Знаешь что? Что? За мою жизнь куча мужчин пытались вот так меня купить. За коробку конфет, за букет цветов, за машину, за сережки. И я всем говорила, нет, нет, да, нет. Если ты думаешь, то я сейчас просто возьму и такая, вау, привет. Да, все как договаривались, миллион долларов, Свет. Это чеки, это реально миллион. Миллион? Миллион. Офигеть. Ну, не зря тебя мы вот это, в унитаз головой макали. Ну ты смотри, как характер закалился. Света, там борщ в холодильнике мне или собаке? Хотя, я уже съел ее. А ты кто такой? Леша, ну ты че, ну это ж, ну это ж Санек, наш одноклассник. Ну ты же все его головой в унитаз макал, ну Санька. А ну подачи, подачи. Подачи, подачи, подачи. Подачи, подачи, подачи. А Санька Вонючка! Привет! Как дела? Ну я бы на твоем месте так не радовалась. Этот человек предложил мне с ним переспать за миллион долларов. Я все понял, Света. Сейчас я этому товарищу все объясню. А ты иди в душ и ложись. Александр, проходите, пожалуйста. Подожди. То есть ты не против, что я пересплю с твоей женой? Сань, ты пока заходишься, разбуваешься. Я тебе по-мужски скажу. Отличный выбор, Сань! Леша, я тебе сказала, я с ним спать не буду. Даже за миллион долларов? Даже, даже за миллион долларов. Так, а ну пошли в ванную, у меня к тебе есть разговор. Так, Леша, я тебе сказала, я не буду с ним спать. Светочка, Светуля, свисюлька моя. Слушай, ну ради наших детей. У нас нет детей. Но за миллион-то можно купить? Каких хочешь, столько хочешь. Хочешь рыжих, хочешь умных. А хочешь, купишь себе 20-летнего накачанного мальчика. И будешь его воспитывать как хочешь. Я слова тебе не скажу. Я тебе сказала, я с ним спать не буду. Все. Ладно, Сань, не сдаемся сейчас. Давай эту схему моего первого свидания берем. Короче, покупаем полтора у Черниговского. Только темного, это важно. Берем пачку полосатиков, только желтых, это важно. Берем пачку Орбита, только клубничного. Схема рабочая. Нет, мне принципиально, чтобы она согласилась. Сань, я знаю все, что она умеет. Это я ее научил. Зачем тебе плохая копия, если есть... Оригинал. Так, шо за шум? О! Шо за шум? Елизавета Мухтаровна! Представляете, к нашей свете одноклассник пришел. Предлагает ей секс за мульон. Подождите, он предлагает ей, я извиняюсь, секс за деньги? Да. Господи, слава Богу, батько не дожив. Это же на троих выгоднее получается. Так. А че мы здесь стоим? Че мы еще не лежим? Так, мама, я сказала, я с ним спать не буду. Все. Характер. Моя порода. Вы знаете, у меня тоже, кстати, был случай, когда у меня мужчина пытался купить за дорогие подарки. О, 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 Елизавета Мухтаровна! Во-первых, две палки сервелада, это недорого. А во-вторых, чуть не купил, это когда не получилось, а не тогда, когда получилось. Там практически не получалось. Он кашляет. Он кашляет. Я сейчас на вас смотрю, у меня ощущение, что я сам себя второй раз головой в унитаз макнул. Я, наверное, пойду, вы извините. Стой, 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 подожди, подожди, давай, это, как мужики, сядем, выпьем пиво черниговского темного. Это важно, полтораха, желтый полосатик. Спасибо, я не хочу. Да подожди, стоп, ты ж не знаешь, мама, какой массаж делать, мама, 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 что мы стоим, массаж ног. Это специальная техника, прям через туфли, чтобы ноги обмамины руки не запачкать. Да не надо, не надо, спаси, да не надо, все, я пойду. Да стоп, да не честно так, я уже настроился на этот миллион. Ты сейчас уйдешь, что мне с этой финансовой эрекцией делать? Ладно, Светку не хочешь, хорошо, маму, ну ладно, меня, я просто спросил, купи квартиру у нас, покупай с нами. Вы че, дебилы? А тебе дебилы надо, так мы будем дебилы. Так, хватит, Леша, хватит, мама, я вас увидела, я вас услышала, я вас узнала. Спасибо, что ты открыл мне глаза на моих самых близких сволочей. Значит так, Александр, сейчас ты забираешь вот этот чемодан и уходишь отсюда, чтобы я тебя больше здесь никогда не видела. Через 15 минут встречаемся вот за подъездом, услышал? Все, давай. Отошли отсюда, я вам сказала. Порой бывают такие моменты в жизни, когда эмоции так переполняют, что даже сложно подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Именно тогда нам, женщинам, на помощь приходят стихи. Как трудно объяснить тебе, любимый, что мы такие разные с тобой, Что в этой жизни мы лишь пилигримом, которым не идти одной тропой, Что звезды нам любви не обещают, что овну тяжело понять тельца. Цветы в саду Эдемском увядают, мы пьесу доиграли до конца. Сказать, что уж давно угасло пламя, и эту ношу тяжело нести. Нашла давно коса на камень, и наши отношения не спасти. Я долго слова подбирала в уме Про жизнь, что с тобою не сахар. И вдруг озаренье явилось ко мне. Иди-ка, любимый ты, Не бойся в пути, Ты не будешь один. Скучать не придется, ей-богу. Шагают туда миллионы мужчин, Поверь, они знают дорогу. Но если отстанешь, ты вдруг от толпы, Мой странник слегка близ за руки. В то место случайно смотри и не сверни, Откуда растут твои руки. Тебе собрала я уже чемодан, Сложив в нем твоей жизни смысл. Веселых друзей, Плейстейшн, Кальян И баб, На которых подписан. Желают, что путь Этот преодолел Без шезла, Гвоздя и заторов. Я очень хочу, Чтоб ты, милый, Сумел набрать Максимальную скорость. Ну что ты стоишь? Поскорее стартуй, Не будет сигнальной ракеты. На финише ждет Там тебя поцелуй И бывшая с пышным букетом. О, мама, ну как же Была ты права. Ушли, скажем честно, Примерно туда, Куда он сегодня уходит. Но были у нас И счастливые дни, Но были же Хоть и немного. Постой, обернись И в глаза мне взгляни, А нет, б***ь, Счастливой дороги. Это женский квартал. Покинем здесь, Смеются над собой. Знаете, знакомство с родителями Это очень такое важное мероприятие. Хочется произвести хорошее впечатление, Наладить отношения. У меня одна подруга Так хотела понравиться родителям жениха, Что разонравилась жениху. О чем это я? А, знакомство с родителями. Да, такое важное мероприятие Мы в женском квартале Не могли обойти стороной. Вы уже определились с заказом? Да, повторите, пожалуйста, нам. Два стакана недорогой воды, верно? Абсолютно. Валик, зачем мы сюда пришли? Там стаканья не догадаются, Что у нас нет денег. Слушай, ну мама захотела тут праздновать, А не в Макдональдсе. Свой день рождения, блин. Ну слушай, ее тоже можно понять. Там Биг Макс, Как она удастся гривен? Ой, господи, что-то я нервничаю. Как ты думаешь, Я ей понравлюсь? О, это будет сложно. Даже я ей не нравлюсь. Почему? Ну у нас с ней там разногласия свои. Ну, зайка, не переживай, Мы уже год как не ссорились. Ой, фух, значит все хорошо. Значит перестали общаться, Вот и не ссоримся. Это твоя мама? Да, а что? Ты посмотри, как она одета, Это же Луи Виттон. Ой, подумаешь, У тебя тоже есть Луи Виттон. Да, так у меня Луи Виттон Одним словом написано. Дети, привет. Привет, мама. С днем рождения. Познакомься, это моя Алина. Дуже приемно. Рада знакомству. А что, больше никого не будет? А, нет, тато не может. У него важлива зустріч. О, тогда чего нам на ресторан тратиться? Поехали к вам домой. Посидим по-домашнему. Ой, не выйдет. До нас добраться три години. Ах, вы в Буче живете. Ни, в Испании. Ах, у мамы чувство юмора. Алинка, минулого року мы вас чекали на моем дненароджене в Венеции. Ого, в Венеции. Это ж та пиццерия на вокзале. Там очень дорого. Зайка, это в Италии. И на Новый Рик вам не получилось. Хоча мы купили вам квитки на Мадагаскар. И это она сейчас не про мультик, да? Зайка, я тебе не говорил, но мои родители миллионеры. Что? А почему ты раньше мне это не говорил? Ну, потому что это было неважно. Валик, ты просил меня влажную салфетку использовать с умом. Поверь, это было важно. Алло. Вот ваше вино. Что-нибудь будете заказывать? Раджу скуштовать их фирму в истейке. Спасибо большое. Мы не голодны. Да, да. И к тому же мы уже полгода как отказались от мяса. Валик, ты вырешил стать ветерянцем? Не, 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 не. Это не Вальчик решил. Это женщина и швидко гроши решила. Ты что, брал кредит? Да, а что? Але навещо? А потому что я не хочу брать деньги у тебя. Так, будь ласка, нам три стейка. Валик, что не так с нашими грошим, а? А то, что они кровавые. Чому бы они кровавые, а? Мясокомбинат, такой же бизнес, как и инщий. Так что ж мы сидим? С днем рождения, мама. Алина, Алина, ты ж не пьешь, это же алкоголь. А, точно. Я ж не пью. Не езжу в купе. Не открываю калитникам. Не делаю ничего, что дороже 500 гривен. Алина. Что, Алина? Да я уже три года ношу двухстороннюю курточку, чтобы люди думали, что у меня их две. Алина, ты зачем кольцо снимаешь? Так потому что это скрепка. Алина, давай сейчас не истерить. Придем домой, спокойно все обсудим, а? А мы не можем ничего спокойно обсудить в общаге. А почему это мы не можем в общаге спокойно обсудить? Да потому что Сережа сегодня приводит девочку. Он всех предупредил об этом. А у вас проблемы с житлом? Не-не-не-не-не-не-не, вы что? Никаких проблем. Восемь человек в комнате, это же даже прикольно. Алина, где бы я еще маты на болгарском выучила? Чекай, Валик, я тебе уже два роки говорила, приезжай в наш будинок. Что? Что не так? Он находится как раз напротив твоей работы. Подождите, пожалуйста, это тот дом, возле которого нищие сидят, потому что думают, что это собор? Нет, это будиночок охороны. Сам будиночок трешки глубже. Так, а что успевать? Что? Это матюки на болгарском. Ну, слушайте, раз мы почали спілкуватися, можливо, на выходных мы на нашей яхте выйдемо в море, а? Алинка, у вас немае морской хвороби? Нет, нет, что вы, у меня вообще никаких болезней нет. Болезни это же дорого, да, Валик? Ой, Алиночка, а ты случайно не забыла, что на выходных ты не можешь? Ты же работаешь. Ух, какая разумность, а? Это очень правильно, работать над собой. Я и из спортзала, и из салона не выхожу. Я брею собак. Что? Я брею собак перед операцией. Работа у меня такая. Я ж когда должен, да, делать любимый? А что, все профессии важны, мы без ваших денег разберемся. Я тебе никогда с папой не забуду, как вы мне в 10 классе купили первое место на Олимпиаде по геометрии. А при чем тут мы, а, Валик? Это был подарок от крестного. Я вообще не понимаю твоего протеста, а? В 9 классе ты отмывался от охранца, потом ты вообще отмывался научиться в Хогвартсе. Мы, наверное, хотели сказать в Гарвардсе. Не, Валик просто в детенстве очень любил Гарри Поттера, поэтому тату все влаштовал. О, пожалуйста, посмотри, сами с ума сошли со своими бабками, и меня хотят испортить. Сынку, ты можешь жить за своими принципами, но в тебе молодая красивая дружина. Дозволь ей відчути себя королем. Ой, да не надо. Ездить на дорогих автомобилях. Ой, да не надо. Подорожевать свито. Ой, да не надо. Что не надо? Да не надо его спрашивать. Татьяна Сергеевна, я согласна. Слушайте, можно только я ваш номер телефона запишу? Звычайно. Так, мама у меня уже есть. Будете мама любимая. Хотя нет, я лучше ту маму удалю. Слушайте, Татьяна Сергеевна, давайте поговорим, как взрослые люди. Завтра Валик устраивается к вам на работу. Мы покупаем хорошую машину и переезжаем к вам в дом. Я не собираюсь никуда переезжать. Хорошо. Я перееду сама. А через четыре дня гречка закончится, он к нам и подтянется. Что вы там на ту яхту надеваете? Я буду с ним. А за воду, а за воду кто заплачет? Завтра Валик устраивается над собой. Это женский хвостал. Здесь нету шуток с длинной пара. «Квартиры кошатницы» фраза «Кто первый встал, того и тапки» воспринимается буквально. Итак, дома у такой женщины. Бегу, бегу, открыто, заходите. Здравствуйте. Ветеринарная клиника. Врача вызывали? Вызывали, вызывали. Проходите, молодой человек. Вообще-то я женщина. Меня Татьяна Николаевна зовут. Ой, простите, я просто очень плохо вижу. Ясно. Это что? Это у вас собачка? Где? Нет, это сумка. Танечка, простите, я просто очень-очень плохо вижу. Я поняла, бабушка. А что ж вы дверь не закрываете? У вас квартира такая, столько ценного, я смотрю, здесь. Да кому я нужна? Ну да, ну что, где ваш пациент? Давайте, ведите. Спит у себя на балконе котик Барсик. Ага, ну ведите, будите. Барсик, Барсик. Барсик, иди к бабушке махненький. Это же... Это мужик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Барсик. Не ругайся на тетю. Тетя хорошая. Бабушка, вы в курсе, что ваш Барсик мужик? Ну конечно, мужик. Еще и какой мужик? Вы тут располагайтесь, знакомьтесь, а я иду и в вид паспорт принесу. Сейчас, сейчас. Ага. А вот мне сейчас прям очень интересно, что вы мне скажете, а? А что тебе надо, тетя? А? Ты занимаешься своим делом, я своим занимаюсь. Это каким же? Скрашиваю жизнь слабовидящей женщине. Выдавая себя за кота? А что такое? Бабуля хотела кота, у бабули есть кот. В чем проблема? А, да нет, ни в чем. Не проблема, я просто сейчас куда надо позвоню. Да подожди, не кипишуй. Ну что ты кипишуешь? Давай так, ты за вызов сока получаешь. Тысячу гривен, а что такое? Так, даю тебе пять тысяч гривен. Приходит бабуля, ты меня осматриваешь. Говоришь, что котик здоров, у него все хорошо, и идешь себе где-то покупать новую сумку вместо этого чемодана. Ой, доча, нашла, нашла. Вот его документы, там паспорт, прививки, вообще все есть. Хорошо, посмотри. Ух ты, ничего себе. Вот эта бабушка у вас счета за коммуналку. Вы мне не то принесли. Вот слепая, но совсем ничего не вижу. Да? А что же вы очки не носите, раз не видите ничего, а? Тихо, тихо. Ну как это чего? В телевизоре все время говорят, что носить очки это очень вредно. Да ну, где это такое говорят? В каком телевизоре? Ну как где-где, вот. Ту-ту-ту-тун-тун. Весили новости. Ученые доказали, что очки это очень вредно. Ну прям максимально вредно. Ну вред, короче вред. А-а-а, экстренная новость. В Черкасах женщина вашего возраста неправильно надела очки и умерла. Я Маргарита, жительница Черкас. Моя подружка умерла от очков. Хочу сказать, что очки сейчас хуже, чем Америка. Вот, вот. Слушайте, какой телевизор у вас интересный. А знаете что? А давайте-ка вернемся к вашему котику. Я смотрю просто, порода какая-то такая интересная. Мех такой, искусственный, шерсть непонятная. Вы не замечали? Да, мне не важно какая порода. Главное, что котик добрый, хороший. Добрый, да. Вы знаете, я вот сейчас смотрю на него и понимаю, что это Сфинкс. Очень хитрый кот. О, да-да-да, он у меня очень умный. Он у меня сам в туалет ходит. Да вы что? Да, прям в унитаз. Мяу. Надо же. А мне хотелось бы узнать, откуда у вас взялся такой редкий вид? Ой, это такая душесчипательная история. Мне его под дверь подбросили, в звоночек позвонили и записку оставили. Я ее храню. Вот, почитайте, пожалуйста. Можно почитать? Я почитаю. Мы, банда жестоких детей, подбрасываем вам этого котенка. Мы только и делали, что издевались над ним. Мяу. А, если у вас нет сердца, можете выбрасывать его на улицу. Мы там домучаем его до конца. Не, ну вы представляете, какие сейчас дети. Да, и главное, что почерк у них такой взрослый, да? Угу. А я вот хотела еще, бабушка, спросить, что это у вашего кота избыточный вес? Вы его чем кормите? Такой он у вас упитанный. Что сама кушаю, то и ему даю. Да. Пицца, шашлык, хинкали, суши. О, пиво любит. И пиво любит. Надо же. Значит так, бабушка, с этого дня у нас диета. Никаких суши, хинкали, пиво, обычный кошачий корм. Ясно? И берите сухой. Да, он дешевле. В банках, в этих консервах, одна химия. Что это, Сим? Нет, 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 нет. Он у меня сухой корм не любит. Я ему однажды купила, дала, а он мне после этого в тапки нагадил. Да вы что? Да. Всегда возмущается, когда что-то не по его. Однажды я ему не разрешила играть со своей шкатулочкой, где лежат мои фамильные драгоценности. Так он у меня все обои подрал. Вот кот. Вы что, бабушка, у вас же здесь пивные пробки. А что, 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 простите? Я говорю, принесите ко мне все документы на вашего котика. Все. Сейчас, сейчас. Слушай, ты пес. Ты что, вообще офигел? Бабку обворовываешь. Это я ворую? Да я, между прочим, на эти деньги балкон утеплил. Серьезно? Ага. Да ты преступник. Пользуешься слепотой невинной женщины. А я вот сейчас возьму, ей все расскажу и в полицию позвоню. Понятно? Подожди, не надо, пожалуйста. Вы разобьете бабушке сердце. А я вам голову. Ты мне сейчас что, угрожаешь? Да, да, да. Не, не, не. Давай, давай, давай. Я даю еще 5000 гривен. И ты оставляешь нас, бабули, в покое. Давай, на. Значит так. 10 тысяч. И у тебя 5 дней, чтобы смыться из ее квартиры. Ну, тогда 10 дней. Угу. Ну, тогда 20 тысяч. Понятно? Иначе я звоню в полицию. Доча нашла, нашла. Вот они документы. Вот. Ой. Вот документы принесли. Да, ну прекрасно. А вы знаете, бабушка, я посмотрела на вашего котика. Все с ним в порядке. Немножко витамины попьете и все. Ой. Ну и хорошо. Теперь я могу спокойно составить на котика завещание. В смысле? Завещание на кота? Ну да, так все делают. Кто это все? Ну вот. Вот, вот. Та-да-да-дам-дам. В эфире новости. Все чаще пенсионеры оставляют свое наследство котам. А в Чернигове женщина вашего возраста оставила коту квартиру, гараж и машину. Я как эксперт по котам хочу сказать, что коты лучше, чем родственники. Коты всегда рядом, коты не забудут. Прекрасно. Знаете, что, бабушка, а я вот не досмотрела тут в документах, тут же у вас с котиком прям беда. Если сегодня не принять меры, завтра вашего котика может уже не быть. Давайте-ка, знаете что, вы подержите его, а я ему уколчик сделаю. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте. Вот так, отлично. Докторы, что за уколчик? А это, чтобы он меньше дергался во время операции. А что за операция? А так кастрация. Полная и без наркоза. Что? Слышали? Ваш котик начал человеческим языком разговаривать. Это не котик, это мой попугай, Кеша. У вас еще и попугай есть. Кеша, 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 иди сюда. Кеша хороший. Надо же. Бабушка, у вас и звериниц прям, я смотрю. А знаете что, я же забыла вам сказать, у нас сегодня в клинике акция. Две кастрации по цене одной. Да что там, две бесплатных кастрации. А ну-ка, подержите Кешу. Хороший же барсико-жалка. Кеша, Ваня. Встречайте, наша очаровательная Вера Кикелия. Кеша, Ваня. Я до тебе, я до тебе, я до тебе, я до тебе, лину перолиною. Я до тебе, я до тебе, я до тебе, я до тебе, лину перолиною. У-у-у-у, як-то ж мені пути, натихнути, на вірш, там, музику знов. Про рожебне, бо я до тебе, рідкою, лину перолиною. Я до тебе, я до тебе, я до тебе, я до тебе Лину перлиною У-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у, у-у-у-у-у-у-у Пташкою в небо не боялися Ніжні слова його вслухали за Заколосав закохалися, о-о-о-о-о Та шпоу в небо не боялась, Нижні слова его вздохалися, Заснулася, вздохалася. Я до тебе, 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 я до тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Женский квартал, богини здесь смеются над собой, это женский квартал. Рома, ты готов к следующему номеру? Да, конечно, все хорошо. Все хорошо, да, но мы там кое-что поменяли. В общем, смотри, номер начинается, а ты, ты не выходишь. Хорошо, номер начинает, да, да, я не выхожу, так, так, и что? И все? А потом? А потом тоже не выходишь. Ага. Ну, в общем, мы решили улучшить наши номера, короче, ты теперь нигде не выходишь. Да, да, Рома, только что узнала. Так, интересно получается, Саша, Ира. Да. А еще помнишь, у нас есть большой тур по всей Украине? Да, помню. В общем, не переживай, теперь эти даты у тебя свободны. Ромчик, слушай, там правда твое лицо осталось на афише? Ну, пускай тебя это не смущает, тебя там тоже нет, да? Да. Ну, так, ну это как-то странно, странно, девчонки. Это прям очень странно. Ну, а можно поинтересоваться, почему? Ром, ну, Саша, ну смотри, это не наше решение, просто, в общем, мы ходили на канал, нам показали рейтинг. Вот смотри, чтобы ты не думал, что я тебя обманываю, вот видишь, вот мы поем песню, танцуем, видишь, рейтинг растет. Вот показали Настю крупным планом, рейтинг растет. Да. Вот показали тебя, рейтинг упал. Да, Ром, глянь, тут прям даже написано, что когда ты выходишь, люди переключают на канал трофеи и смотрят, как сверлить лунку. Да это так просто совпало. Да ну, Ром, ну не совпало, не совпало. Знаешь, что пишет наша фокус-группа? Что? Цитирую. А почему квартал называется женский, а показывают мужиков? Вообще-то мы передачу смотрим только из-за девочек. Личный состав военной части города Черновцы А-2582. Поэтому, Ром, ты, конечно, прости, но мнение нашего зрителя нам гораздо важнее, чем твое. Так что давай, пока, и ребятам тоже скажи. Что сказать? Ну, подожди, что они больше нам не нужны? Ну, подожди, может, парни пусть останутся? Ну, Саш, ну мы же обсуждали это. Не, ну, конечно, без зарплаты, без ролей. Ну, и пускай дома сидят, сюда не приходят. А, да, тогда пусть остаются, конечно. Мне интересно, а кто будет играть в нашей роли? Ой, хорошо, что ты спросил. В общем, мы пригласили в женский квартал. Готов? 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 Даниэля Салема. Скажи, мой! А кто это? Рома, какие вещи надо знать. Даниэль Салем. Да. Известный украинский ресторатор. Да. Певец, актер и телеведущий. А, это тот чувак из «Танцев со звездами». Да, 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 это тот самый чувак из «Танцев со звездами». Да нет. Ну, вы вообще ничего не сказали, а уже так смешно. Окей, и вы меня меняете на него. Рома, ты что? Как ты мог так подумать? Вас всех меняют на него! Да? Да, ты чего? Можно поинтересоваться, чем же он лучше? Да, абсолютно всем. Рома, смотри, причина очень веская. Концерт у нас в пятницу, да? В пятницу, да. А в пятницу он может? Прикинь, я вам! В пятницу и мы можем. Ну, так себе причина. А, слушай. Он прав, он да? Да, да, да. Получается, ему несправедливы. Вот, вот, ну, наконец-то, вы несправедливы, девочки. Раз мы это выяснили, да, Светанечка? Давай, покусите. Ну, не, Эля, здравствуйте. Знаете что, девочки? У меня есть гордость, и у парней тоже. И у нас есть принципы, да? Я не буду опускаться, да? Лена! Леночка! Слава Богу, подойди, пожалуйста. Леночка, ты самый адекватный человек в коллективе. Да. Ты ведь согласна, что в коллективу нужны талантливые парни-актеры, да? Да. Да, а не какая-то там груда мышц. Да, да, да. Отойди уже, Господи. Да, я посмотрю на него. Здравствуйте, Даниэль. Здравствуйте. А мы с вами встречались в одном проекте «Танцы со звездами». Может, помните меня? Да можно я, коллега, пожму вашу руку? Руку девочки. Лена! Девочки, девочки, а что происходит? Почему меня охрана ни в ремёрку, ни в туалет не пускает? Ну, ладно, в туалет. В туалет я мог бы в ремёрке сходить, но в ремёрку. А куда мне в туалет идти? Воп, дело в том, что туалет только для участников шоу, а ты теперь в нём не участвуешь. Да. Нас троих меняют на него. А что это в нём? Есть такое, чего нет у нас. Ну, например, у него шикарное тело. Ой, из чего вы взяли? Пусть покажет. Да, да, пусть задавшит, давай, раздевай. Я раздеваться не буду. О-о-о, Данильчик, тут-то мы тебя и уделаем. Ща, на. Ща, на. Ща, на. Ща, на. Вов, ты ноги широко расставил, ты так штаны не снимешь. Вов, серьёзно, ну не позорься, ну не надо сейчас этого, всё. Слушайте, а вообще, откуда он взялся? Я не понял. Это тот чувак из «Танцев со звёздами». А-а-а, кто? Подумаешь, господи, я могу пойти и, вон, завтра и пойти на «Танцы со звёздами» тоже. Подумаю. Послушай, Валичек, если тебя так приспичило, у меня есть телефон Кати Кухар. Можем ей позвонить, она тебя сразу унизит пару раз по телефону. Правда. Зачем на всю страну позорить? Девчонки. Серьёзно. Ну какой из него актёр, а? Вот такой. Вот такой. Ром, ну правда, классный актёр. Окей. Давайте попробуем баттл. Ребята, я его сейчас ушатаю. Актёрский баттл. Даниэль, а вы можете, пожалуйста, отыграть красавчика? Браво, 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 Даниэль, это талант от Бога. Рома. Так, давай. Рома, сейчас соберись. Сыграй, пожалуйста. Так. Старую цыганку. С конъюнктивитом. Я старая цыганка. Ладно. Окей, сейчас. Мне надо собрать. Это тяжело было. Ладно, 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 на этом мы не останавливаемся. Давайте попробуем ещё. Давай. Даниэль, а будет ли вам под силу роль сексуального мужчины? О, боже, как сексуально. Да, ну, это ну, как она так делала. Да, ну, так, Рома, давай тебе что-то попроще. Ромка, сейчас настройся и отыграй, пожалуйста, одноногого пирата, который забыл пароль от своей кредиты. Давай, 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 давай. Уже хорошо. Я верю. Ой, вы пират? Блин, цыганка, если у него проще было как-то. Я не знаю. Ладно, просто в сухую, просто в сухую. Ну, конечно. Ладно, 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 окей, хорошо. Актёр. Актёр офигенный. Но есть же актёрский амплуа. Ну, ладно, давайте, пусть он играет всё, что ему подходит. Ну, а мы с парнями, так уж и быть, сыграем всё остальное, кроме кальянчика. Ой, как это сейчас было. Ребята, ребят, ну всё, хорош. Мы вас когда-то взяли по приколу. Всё, прикол закончился. Просто осознайте, что Даниэль во всём лучше, чем вы. Абсолютно во всём лучше, чем вы. Хорошо. Например, вот в чём? Господи. Даниэль, у вас есть другая одежда? Да. Ну вот. Ну вот же. Карни, ну всё понятно. Ну реально, ну где вы? А где он? Так, Вовка, иди, иди разберись с ним. Вова, давай. Размотай, размотай. Давай, Вова, давай, по-мужски. Слышишь? Слышишь, красопеда? Твою мать. Ребята, он и вправду хорош. Всё, не разобрался я, всё ещё более запутаннее стал. Вот, просто у-хо-ди-те. Хорошо, хорошо. Мы припомним. Да. Хорошо. Смеётся, хорошо. Улыбка на лице. Так, девочки, мне кажется, их это зацепило, да? Всё, получилось. Всё, как мы планировали. Они теперь на репетиции будут первые приходить, понимаете? По-любому. А то очень расслабились. Девчонки? А? А вы что, меня сюда притащили, чтобы парнем позлить? Нет, нет, нет. Ты чего-то показалась. Нет, всё, пока. А вот эти все роли, которые вы мне обещали? Обещали? Ну, будут, будут. Будут у тебя роли, да. Ну, просто в этом концерте у нас нет номера про кальянщика. Но в следующем обязательно будут, и мы тебя позовём. Всё, пока. Друзья, я думаю, было бы нечестно оставить Даниэля просто в женском квартале, потому что такой мужчина должен принадлежать всем женщинам Украины. О, да. А эти наши три недоразумения, ну кому они кроме нас нужны? Наши любимые! Даниэль Салем и наша любимая. Рома Мещеряков, Валик Медиенко и Владимир Шунков. Браво, в рамульке! Даниэль, спасибо. Даниэль, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok